Книга «Открытым оком», том 1. Тема «Внутренний мир человека». Вопрос 2012. «Господь избавил меня от греха действенного, но этот грех остался в мыслях. Как избавиться от этого жала?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Господь сказал, Матфея 5,28, цитата, «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Притча 6,25, цитата, «Не пожелай красоты ее в сердце твоем, да не уловлен будешь очами твоими, и да не увлечет она тебя ресницами своими». Римлянам 7,7, цитата, «Что же скажем, неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Римлянам 13,9, цитата, «Ибо заповеди «не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого» и все другие заключаются всем слове «люби ближнего твоего, как самого себя». Мысли о лилейном грехе доводят до его совершения, но если в мыслях человек борется, сопротивляется и не притворяет его в действии, и пройдет мимо, хранимой благодатью, то получит награду. С мыслями бороться очень трудно, где-то доводы помогают, а где-то, как в плоском грехе, бессильны. Памятование о страшном суде, болезни плоти помогает отвратиться от несоделанного греха, так же, как и от соделанного. Не случайно памятование о конце своем предохраняет. Сирахов 7.39, цитата. «Во всех телах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь». Добротолюбие, в кавычках, пять томов, здесь окажет неоценимую помощь. Совет наставника и исповедание греха, беседа с добрым пастырем или старшим другом, которому ты имеешь доверие и послушание, не лишняя ступень восхождения от тьмы к свету, жизнь – это борьба непрестанная до смертного часа.